Как ты пришла в стиломаркетинг? Что с точки зрения этой индустрии давать тебе к ценности? Как я пришла? Я пришла, меня занесло, меня жизнь вынесла. Сначала было желание не жить так, да, вот с чего начинается? Обычно сначала человек говорит, я не хочу так, чтобы было, да, но вот я не хотела, чтобы у меня все время уходило на работу, и я хотела видеть, например, Машу свою, которая была маленькая, в то время ей было 5 лет, я хотела просто ее видеть, потому что родить ребенка в 40 и не видеть, не наслаждаться, да, как она растет, это, ну, это печально. Печально, ничего страшного, не видите, как растут дети. Да, и я очень, вот, опять же, благодарна судьбе и себе, за то, что я сделала такой поступок, и Паша появилась, потому что, наверное, если бы ее не было, может быть, не было достаточного стимула для того, чтобы что-то менять, потому что появился страх, а как, а как я выращу ее, мне уже 40, да, и когда я думала, что вот ей будет 20, а мне 60, мне было так страшно, потому что для меня возраст 60 лет был чем-то таким, ну, просто, фантастическим. Таким страшным, да, сейчас не 60. Мне нравится мой возраст, я вообще балдею от твоего возраста, потому что, когда у тебя в 60 есть здоровье, и есть желание, да, вот там еще круто, потому что у тебя есть плюс, плюс к этому есть опыт. Опыт, желание, здоровье, энергия. Это просто, наверное, дурец. Смесь какая-то, да. Вот, и когда я поняла, как я не хочу, естественно, я думала, чем же мне заняться, и стала искать, искать варианты. Я думала, бизнес, но я понимала, что бизнес, это надо, опять же, деньги и время, и, ну, все равно я хотела бизнес, как идею быть свободной. Ну, я, знаешь, рисовала, как, я хочу бизнес какой-то, и даже вслух говорила, я так, помню, обрисовывала мужа, я хочу бизнес какой-то такой женский, какой-то мягкий. Что это было, я вообще не понимаю. Вот как нам вселенная дает наши запросы, да, пусть ты даже как образ что-то сформируешь, да, у тебя уже будет появляться, ну, уже пойдет воплощение этого, да, в жизни. Ну, что это могло быть? Ну, не салон же красоты, да? Да, вот что такое женский, мягкий? А теперь я понимаю, что это сетевой маркетинг в компании NSP. Потому что не каждая компания позволит тебе по-женски работать. Да, ну, я сейчас так мягко даю тему денег, и потому что я знаю, как может быть. Я помню, что с тобой встречу с одной женщиной, которая говорила, что моя цель через год полететь на Луну. Да, да, да. Я думаю, что она где-то на Луне. Я убеждена, что бизнес делается по-мужски, мужчинами и по-женски женщинами, и так должно быть. Я сама знаю, что не каждый маркетинг, и не каждый городок это позволит. Да. К нашему счастью. Поэтому это счастье, когда в NSP мужчина может оставаться мужчиной и завоевывать пространство. А женщина может мягко тоже делать по-своему движению. Потому что только в этом случае и команды хорошие, да, и достаточно всё гармонично. Самое главное быть собой, потому что, ну, мы живём здесь. А если, вот, я 15 лет в этом бизнесе, а если бы я играла все 15 лет, что было бы с моей жизнью? Как, с точки зрения психосоматики, ты видишь, во что превращается эта игра? Вот эта низкая игра, когда люди на мероприятиях друг друга якобы любят? Да. Ну, вот смотри, что происходит. Это двойная такая, двойные стандарты. Что происходит? Вот, когда ты такой, как есть, ты живёшь, ты находишься в расслабленном состоянии, да, и идёт обмен между людьми, и идёт обогащение. Если человек играет, показывает свою хорошесть, да, вот он постоянно показывает свою хорошесть, не покажет какую-то сторону. В этом случае вся энергия уходит на это. Ты либо расслаблен, либо ты всё время напряжён, а вдруг увидит что-то другое. И вот эта игра, это же энергия уходит. Это же работа, это работа. А теперь вопрос, долго ли может человек находиться в таком состоянии? И получается так, поработал какое-то количество человек, выплеснул всё, что может, а потом устал. Счастье жить и быть собой в этом бизнесе, ну, всё, поэтому я не понимаю, где здесь работа, какая здесь работа, потому что всё крутится вокруг твоей жизни. Ну, я заметил, то есть все встречи, бизнес-процессы у тебя были привязаны к тому, куда ты возила дочь. Да. То есть ты везёшь куда-то дочь, села в машине, в телефоне, позвонила, подключила людей. Да, ну, да, был такой период, да, когда она мне и там занималась, там я имела возможность это всё делать. Ну, самое интересное, что многие люди, наоборот, когда говорят, что там я не могу, я занимаюсь дочерью, да, а ты говоришь, что я имела возможность во время того, когда возила там дочь, я имела возможность заниматься этим. Всегда есть время. Да, если у тебя есть идея сделать свою жизнь достойной, лучшей, ты будешь использовать возможности и не будешь придумать причины. Как ты считаешь, вот в твою команду, к твоим людям, вот у тебя много звёзд, то есть люди, которые... У меня все звёзды. Насколько круто к ним приходить в команду? Да, альтернативы-то нет. Ты считаешь, что у тебя одна из лучших команд? Ну, нет, я считаю, у нас одна из лучших команд. Да, то есть делающие с точки зрения поддержки людей, с точки зрения информационной поддержки? С точки зрения отношений, с точки зрения уважения между партнёрами, взаимопомощи, принятия. И помощь, конечно, помощь тому, кто... Но есть помощь в слабости, есть помощь в силе. Да. Но с помощью силы очень хорошая. Все, кто хочет, чтобы им помогали, и они готовы для этого делать, без вопросов, те, кто хочет, чтобы с ними нянькались, ну, наверное, надо в другую идти, в структуру. В другую структуру. Хорошо. Хорошо.